В области с началом учебного года в регулярные рейсы выйдут почти 500 школьных автобусов. Их исправность на особом контроле. Накануне 1 сентября сотрудники госавтоинспекции проводят проверки специализированных транспортных средств, а также маршрутов, по которым они следуют. Сегодня тест на безопасность прошли школьные автобусы Белгородского района. Подробности у Екатерины Ковалевой. Это Стрелецкая школа. Отсюда я начинаю развозить первый рейс детей на Заречку и на Драгунское. Николай Коринской – главный школьный рулевой села Стрелецкое. Ежедневно с началом нового учебного года он возит в школу и обратно 42 ученика. Маршрут 38 километров. Сегодня вместе с инспектором проехали его весь. Обследовались территории жилой зоны, федеральные региональные трассы, все, что включено в схему маршрута. Видимость дорожного знака должна быть составлять 100 метров. В принципе, мы с вами находимся непосредственно перед знаком, мы видим его. Если на расстоянии 100 метров отойти, то, естественно, данный вид кустарника у нас будет ограничивать видимость дорожного знака. Предписания об устранении нарушений направляют в адрес тех, кто отвечает за эти участки. Все должно быть исправлено до 1 сентября. По всем замечаниям, которые были в ходе обследования, по всем выданным предписаниям в адрес владельцев автомобильных дорог, нами в обязательном порядке будут повторно эти все маршруты обследованы. Сотрудники ГИБДД осмотрели и сами школьные автобусы. К машинам для перевозки детей особые требования. Проверяли все. Огнетушители, аптечки, работает ли дальний и ближний свет, ограничители скоростного режима, есть ли сигнал заднего хода. Фиксируют лишь мелкие недостатки, которые водитель устраняет на месте. Не работал правый по ходу движения водитель, а стеклоочиститель. И не было воды. Достаток устранен. Может ехать водитель дальше. Ответственность за жизнь и здоровье маленьких пассажиров лежит на шофере. Поэтому перед выходом в рейс он ежедневно проходит медицинский и технический осмотр. И в случае выявления неисправностей обязан принять меры по их устранению. Надо и техническая исправность, чтобы была на высшем уровне всегда. То, что к перевозке детей все равно особые требования какие-то всегда предъявлялись и предъявляются. Поэтому здесь смотришь в любое свободное от работы время, приходится немножко под ним лазить. В области более 80% всей школьной техники уже проверены и допущены к эксплуатации. Еще 20% обследуют в ближайшие дни. А в конце сентября в автопарк прибудут еще около 40 новых автобусов. Они заменят те школьные машины, срок эксплуатации которых больше 10 лет. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогория.